Да, кстати, хороший вопрос. Вот иной раз ты идешь к какому-то экзорцисту, и как он определит, есть в тебе джинны или нет, у искренних людей, искренних шейхов, есть проницательность, Божий дар такой. У людей, которые очень близки к Аллаху, у настоящих, приближенных ко Всевышнему Аллаху, есть такие способности, которые другим людям Аллах не дает. Таких людей немного, но они есть в разных частях мира. Таким людям Аллах дал проницательность. Аль-Хамдули-Лях, мне очень повезло. Я знал двоих таких людей. Один из них, мой великий учитель, от которого я получил большинство своих знаний. Это Мауляна Фадлу Рахим. На ютюбе есть моя большая лекция о нем в двух частях. Наберите в поиске «Хасан Али о своем учителе». Или на английском «Хасан Али – My Greatest Teacher» или «My Greatest Inspiration». Там целая лекция о моем учителе Фадлу Рахиме. И второй – это мой шейх из Бангладеша. Муфтий Рашиду Рахман. Да благословит его Аллах во всем. Ну так вот, послушайте. Один из случаев, который произошел с моим учителем Фадлу Рахимом. Мы учились в закрытой школе в Ноттингеме. В 94-м или 95-м, 96-м где-то так. И там был шейх. Причисто Аллах, настолько светлый человек был. Это был один из самых приближенных к Аллаху людей. Мы жили в огромном здании. В нем мы учились, в нем же и ночевали. На Фаджр он приходил первым и садился в первом ряду. Он поминал Аллаха и ждал, пока начнется утренний намаз. Читал сунну, садился и не оглядывался. То есть он не видел тех, кто пришел на намаз, тех, кто не пришел. На Фаджр приходило примерно 200-250 учеников. Читали Фаджр и расходились по комнатам. И шейх тоже шел в свою комнату. Это было рано утром, часов в 5-6. В 8 утра у нас начинались уроки. В 7.40, 7.45 примерно. Мауляна Фадлу Рахим уже стояла в коридоре. Да помилует его Аллах и дарует ему высший рай. Скажите Амин. Он умер примерно года 4 назад. В 2015. Мауляна Фадлу Рахим, да помилует его Аллах, стоял в коридоре и приветствовал студентов. Давал им салям. Студентов, которые не прочитали утренний намаз. Мауляна Фадлу Рахим, когда приветствовал, приближал к себе и говорил тихонько. Иди прочитай Фаджр. И отпускал. Столько студентов проходило. Тех, которые Фаджр прочитали... Он приветствовал, ас-саляму алейкум, и дальше. А тех, которые Фаджр не прочитали, он им тихонько говорил. Иди прочитай Фаджр. И отпускал. И еще вот на уроках бывало. Там человек 15-20 сидело. И иной раз он от темы отходил, говорил что-то. Мы не понимали, зачем он сейчас об этом упомянул. Вообще к теме это не относилось. Он говорил о некоторых вещах, потом возвращался к теме. Один студент пришел к нему в комнату, говорит, шейх, я покаялся. Шейх ему говорит, мол, ты о чем? Я, говорит, покаялся, вы обо мне говорили на уроке. То есть за этим студентом грехи некоторые были. И шейх прямо на уроке что-то говорил. И это касалось как раз того ученика. То есть вот такая проницательность. Даровал Аллах своим приближенным прозорливость. Студент один тоже, помню, в медресе, причисто Аллах. Вышел в город, потом возвращается. И сразу к мауляне Фадлу Рахиму. Шейх у него спрашивает, мол, а ты куда ходил? Я, говорит, в центре города был. Шейх, говорит, что там делал? Просто в магазин, говорит, и все. Только в магазин. Шейх, говорит, ты в городе, когда был, проходил через такую-то улицу. Да. А город в 25 километрах примерно. От медресе, в котором мы учились. Шейх ему говорит, там-то, там-то ты налево повернул, да? Он говорит, да. Потом направо, да? Да. Потом мост перешел, да. Там здание большое было, ты в это здание зашел. И студент опустил голову, потому что это был кинотеатр. Опустил голову. Шейх ему, мол, ты нас за дураков принимаешь? Студенту стыдно, стоит. Шейх говорит, ты что думаешь? Что я не могу читать твои мысли? Говорит, подумай о чем-нибудь. Давай, подумай. Закрой глаза, говорит. И теперь о чем-нибудь подумай. Студент подумал о дереве. Открывай глаза, говорит. Ты подумал о дереве. Давай снова о чем-нибудь подумай. Тот подумал о красной машине. Открой глаза. Ты подумал о красной машине. То есть вот такие способности были у шейха. Он умел читать мысли. Аллах даровал ему это. Он так близок к Аллаху был, что Аллах даровал ему такие возможности. Я это к чему? Посредством таких способностей, приближенный к Аллаху может узнать, есть в тебе джинны или нет. Маулян Афаду Рахим сказал мне, когда человек очищает свое сердце от грехов, очищает, очищает, очищает его, пока оно как зеркало не станет. Когда такого уровня достигаешь, то с человеком, когда каким-нибудь общаешься, например, то, что у него в мыслях отражается в твоем сердце. Посланник Аллаха сказал, верующий, зеркало для другого верующего. Это хадис посланника Аллаха. Вот такие истинные, приближенные к Аллаху. У меня столько историй о них. Мы их любим ради Аллаха, но не взываем к ним, не поклоняемся им. Мы верим, что нет силы и мощи, кроме как у Всевышнего Аллаха. А так мы, конечно, любим аулия Аллаха, приближенных к Аллаху, высшей степенью любви. После Аллаха и его посланника, после других посланников, после сподвижников. Но мы никогда не ставим кого-либо из приближенных к Аллаху выше сподвижников, посланников или Всевышнего Аллаха.